Это тот, кто крестил нашу Русь. Владимир Красное Солнышко с детства был очень послушным мальчиком. У него было очень хорошее воспитание, и он любил читать книги. Был очень умным и изучал много вещей. Бабушка у него была княгиня, она была христианин. Его мать была рабыней, а отец Святослав был князем. Отец был язычником, и христианство он не хотел принимать. У него было два брата. Ярополк и Олег были от княгини. Ярополк хотел завладеть всей Рущью. Убил своего младшего брата. Конечно, это, возможно, произошло из-за него, но сам Ярополк не убивал Олега. Когда об этом узнал Владимир, он ушел на три года за море и уже вернулся через три года с варягами. И они спрятались в палатке, в которую зашел Ярополк, чтобы поговорить с Владимиром. И убили его. Владимир очень скорбил. И тогда он ушел от тех воевод и прогнал их. После этого Владимир стал князем всей Руси и решил объединить ее, так как было много разных племен. В одном из жертвоприношений один старейшина пал жребий на одного Иоанна. Это был мальчик, сын одного из варягов, который помогал Владимиру. Надо было дать жертву своему языческому богу. Так сказали волхвы. И он подумал, какая же это вера, где надо приносить жертву? Человеческое жизнь не стоит этого. Владимир понял, что надо менять веру, потому что это очень жестоко убивать людей для каких-то деревяшек. Он даже прокричал то, что вы поклоняетесь не Господу Богу, а идолам. Деревяшкам, которые могут сгнить завтра, которых вы сами сделали. Потом он думал, какую принять веру. Мусульмане рассказали, что в их вере можно иметь многоженство, что понравилось Владимиру. А у него их было очень много. И еще больше у него было наложниц. Но они сказали, что в их вере есть один минус, что Владимир не любил этого. В мусульманской религии люди не могут пить. И Владимир сказал, что Русь славна тем, что в нее можно пить вино. Потом, когда пришел греческий философ, он рассказал Владимиру про создание земли, как Бог создал землю. И показал ему икону страшного суда. И Владимиру стало страшно. Как такое может быть? Что если он живет неправильно, то что с ним будет? И тогда Владимир от незнания решил отправить свой вслуг, чтобы понять, а какая вера лучше? Послал их в храмы. Гонцам тоже понравились христиане. И они не понимали, где они находились, на земле или на небе. Это они сказали о красоте византийского богослужения. И он вспомнил то, что у него бабушка была христианинкой. После этого Владимир очень долго думал и решил взять в жены себе царевну Анну. Но у нее было условие, что муж должен быть крещеным. Когда Владимир еще думал, принимать ли ему православную веру или нет, он ослеп и не мог ничего видеть. Тогда Анна подошла к нему и сказала, если крестишься, исцелишься. Это было решающим словом для него. Он крестился и прозрел. И тогда Владимир Красное Солнышко крестил от Малу до Велика всю Русь. Ему понравилась вера в христианство. Он утопил совершенно всех идолов, которые были поблизости к Киеву, в Днепре. И крестил же в Днепре весь Киев тоже. Владимир умер своей смертью. Сначала, когда он умер, не хотели говорить никому, что он умер, потому что это был для них прекрасный царь. И его мощи находятся в Киеве.